Здравствуйте подписчики и гости канала Счастливы в деревне. Погодка сегодня неплохая, хоть и ветреная, но тепло. Поэтому я занимаюсь посадкой голубики, вернее ее пересадкой. Я еще летом ее посадила, но ей не нравится, так как я ее посадила, так как там небольшое количество идет хвойной земли, а остальное все обычная земля и соответственно она не кислая, не то что нужно для голубики. Поэтому она расти в такой земле не будет и тем более плодов я не увижу. Поэтому сейчас буду пересаживать так как полагается. По правилам. Для этого я уже выкопала две ямки, сейчас выкопаю третью. Размеры у меня будут в глубину где-то примерно 50 см и ширина примерно метр на метр. Две ямки уже готовы, третью сейчас буду копать. Землю вот эту, которую я накопала, нужно будет на тачке вывести. Она мне как раз понадобится для ворот, там нужно подсыпать, чтобы заезд уравнять. И в общем сейчас буду приступать к выкапыванию третьей ямки. Здесь у меня ряд идет картошки со сорняками. Картошку я выкапывать не буду, я ее оставлю, она так и будет зимовать. И на следующий год она сама вырастет, если зима не будет морозной. Но по идее она не должна быть морозной. И на следующий год уже буду здесь с ранней весны она начнет просыпаться и можно будет уже собирать урожай. Картошку не выкапываю, потому что она вот такая вот меленькая и ее очень мало. То есть вот эта вот небольшая кучка, это с шести кустов. В одну посадочную яму я укладываю геотекстиль. Укладывать его нужно таким образом, чтобы вода уходила, но грунтовые воды не подходили, не поднимались и не защелачивали наш будущий субстрат. Поэтому геотекстиль уложится гладкой стороной на низ и такой шуршавой стороной вверх. И также сейчас нужно уложить геотекстиль по бокам. Для того, чтобы вода не уходила в бока, здесь геотекстиль будет укладываться наоборот, гладкой стороной вовнутрь. Вот так выглядит посадочная яма. Геотекстиль по бокам также уложен. Теперь нужно засыпать яму на дно. Я буду засыпать крупную хвойную щепу. Здесь один 50 литровый пакет. Слой коры не толстый у меня получается. Это для дополнительного дренажа в случае сильных ливней или застоев воды. И теперь можно засыпать все субстратом. На такую ямку я высыпала 11-20 литровых пакетиков с землей. У меня земля обычная для голубики. Посадила уже саженец. Сейчас еще засыплю, замульчирую все. Сверху я посыпала микоризой. Здесь нужно примерно 2 грамма под один кустик. Микориза это грибы, которые входят в симбиоз с голубикой. И благодаря этому, в принципе, голубика растет, развивается и дает плоды. Потому что она живет в симбиозе с микоризой. Микориза лучше всего растет именно в кислой почве. Микоризу не обязательно вносить, так как она и так есть здесь в кислой почве. Просто я внесла, вот так как у меня она была. Ну и чтобы быстрее все начало расти и развиваться. Вот так выглядит посадочная яма с голубикой. Осталось ее полить. Когда засыпаете субстрат, то периодически его утрамбовывайте, чтобы уже заранее земля проседала. Потому что он очень пушистый и, конечно, если его полить, он мгновенно просядет. Со временем субстрат будет еще немного проседать и нужно будет выносить периодически дополнительно новые пакеты с землей. Это нужно будет делать не часто, но я думаю, где-то к весне нужно будет добавить земельки. Потому что она еще хорошо утрамбуется, усядется. Готово. Все три кустики голубики посадила. И у меня получается такая ситуация. Самый первый кустик, он полностью жив, здоров. У него есть и зеленые листочки, и зеленый стебелек. Все с ним прекрасно. Второй кустик, у него вверх засох, но корешки живые, растут беленькие, все прекрасно. И третий кустик, он полностью вверх сухой. Этот куст, кстати, я покупала, у него уже были плоды. И корешки я, кстати, не заметила, чтобы там были живые корешки. Посмотрим, может быть, просто не заметила, не обратила внимания. Если нет, то просто этот кустик убирается и на его место, в эту же ямку сажается новый кустик. Никаких проблем нет. У меня эти кусты были посажены еще летом. Там были посажены они не так, как полагается, соответственно, выжили не все. Причем росли они вот в таком же порядке. Этот был первый, второй и третий. И так получается, он, скорее всего, полностью засох. Там только вверх засох, и там полностью живой. Но посмотрим, что будет дальше. В общем, все посадила, осталось полить. Субстрат можно брать обычный лесной. Если у вас есть лес, машина, можно поехать, набрать лесного субстрата. И вам, в принципе, эта посадка практически ни во что не обойдется. У меня лес есть, машины нет, чтобы поехать и навести лесного субстрата. Поэтому я все покупала, благо цена была недорогая и доставка мне была бесплатная на дом. В общем, так и посадила. А так, в общем-то, я и решилась на такую посадку. Такая яма будет служить вам 10-15 лет. В ней куст будет расти, развиваться, давать плоды и будет прекрасно себя чувствовать. В принципе, это такая же посадка, как и в контейнер. Но единственный минус контейнера, что сам контейнер стоит недешево. На 100 литров у нас средняя цена на пластиковый это 1000 рублей, на тканевый это 500 рублей. Тканевый, кстати, 120 литров, 500 рублей стоит, а пластиковый ровно 100, стоит почти 1100 рублей. Пластик, конечно, подольше прослужит. На одну ямку я использовала 6 метров квадратных геотекстиля. И то это просто с примеркой на глаз. Если все замерять четенько, то там 5 метров можно с легкостью уложиться. Геотекстиль стоит, по-моему, 30 рублей метр квадратный. Вот, в общем-то, и цена контейнера у меня обошлась. Ну, конечно, потрудиться пришлось, чтобы выкопать ямку. Это тоже все-таки трудозатратно, но, тем не менее, намного дешевле. Субстрат, что в контейнер, что в землю, я бы покупала и так, и так. Поэтому, в общем-то, я решила сажать именно в землю, именно таким способом, потому что так дешевле. Плюс контейнера, конечно, в том, что его можно в любой момент перенести с места на место. Ну и, грубо говоря, 100 литров особо и не перенесешь. А сами кустики голубики я покупала по 100-150 рублей за штуку. Как раз на них была акция. И тот кустик, который был с плодами, тоже стоил очень дешево. Хотя он уже был взрослый. Сегодня покрываю мартусю. У нас 5 октября. Это ее будет первое покрытие. Она была рождена в марте прошлого года. 3-го на 4 октября я покрыла викусю, тоже с крошем. Пришла на надойку, подоилась и уже стала возле сарая под дверью. И я поняла, что охота. Думаю, буду покрывать, потому что молока у нее немного. Сейчас у нее удои за 1 удои 150 мл в среднем. Иногда бывает там 180, но в основном не более 150. Это мало. И плюс я смотрю, у нее вымя уже в принципе подтягивается. То есть лактация у нее будет очень короткая. И молока будет немного. Поэтому решила покрывать. Как раз где-то через месяц она, наверное, и запустится. Может быть полтора месяца и уже в принципе доиться не будет. Ну, в общем покрыла. Еще покрываю мартусю сегодня. И, наверное, в этом месяце скорее всего по покрытиям я больше никого не буду покрывать. Потому что у меня есть еще 2 девчонки от Мелахи. Они еще небольшие. И они как бы под вопросом, потому что они от Мелахи. А у нее не очень хорошие соски. И я не знаю, то ли отбраковывать их, то ли оставлять на пробу. Ну, опять же, если оставлять, то я уже их в будущее разведение для продажи, конечно, пускать не буду. Буду держать для себя, для молока. Ну, в общем, пока я не знаю. Они в любом случае еще не доросли до своего максимума. И, с одной стороны, они мне нравятся. Они прикольные, они ручные. У них прикольные сережки такими зонтичками. Но, тем не менее, они от матери, у которой есть псевдо-многососковость. Это не значит, что она у них есть и что она у них будет. Это многососковость. Но, как бы, если она будет проявляться в поколениях, то она будет проявляться чуть чаще. Это раз. А два, мне еще что нравится, то, что у них Мелаха, она была рождена в тройне. И я так предполагаю, может быть, в тройне у них будет чаще проявляться. Но, опять же, это мои такие рассуждения. Я еще не проверяла и пока еще в размышлениях. Сначала я думала их обоих отбраковать. Ну, жалковато, прикольные. Пока, в общем, думаю. Но, в любом случае, их еще рано покрывать. Где-то, наверное, через, может быть, месяц, может быть, два. Когда чутка еще подрастут, уже можно будет покрывать. Остальных девчонок, которые сейчас на дойке, я не покрываю. Потому что у них, в принципе, удои есть. По времени видно, что лактация еще будет длиться какое-то время. Не знаю, какое. Поэтому, пока что я их не покрываю. И, возможно, уже со следующего месяца кто-то из тех девчонок, которые сейчас доятся, тоже будет покрываться. Но за один месяц я не хочу сразу всех покрывать, чтобы у меня не было запары с козлятами. Где-то по 2-3 козы в месяц, скорее всего, буду покрывать. Чтобы и молоко было в нужном количестве. И не было прямо такого завала с козлятами, как было в августе. Хоть я и сделала в этом году, что мне с козлятами вообще практически нет никакой мороки. Все очень удобно. Все под рукой. И клеточка, в которой они содержатся, пока я их даю. И держатель для бутылочек. Мне не нужно держать бутылочку самой. Но не хочу, чтобы было сразу много дойных коз. Потому что все-таки руки немножко устают доить большое количество коз. И я даже, знаете, немного и рада тому, что сейчас небольшое количество молока. Если бы молока было больше, то есть, как полагается, за один удой там хотя бы 500-700 миллилитров, то у меня бы руки просто отваливались. Потому что каждую козу подоить нужно по 500-700 миллилитров за один удой. У меня там сколько? 6 или 7 коз. И, ну, я бы просто рук не чувствовала. Поэтому даже, знаете, в плюс это сыграло то, что мало молока. Потому что когда у них был период на траве, когда были у них максимальные удои, у Ники там был литр, то я так чувствовала, знаете, что руки подустали. Вся количество молока такое было где-то, ну, 3-4 дня. И дальше пошло на спад, но я уже, знаете, начинала ощущать, что рукам тяжело. Кисти болят, пальцы болят. Поэтому даже, знаете, в плюс. Все, что не делается, как говорится, все к лучшему.